Слава Богу, священник Любовь Давидовна Кошмир. В 2001 году Бог показал нам, что мы должны молиться за Израиль, за спасение еврейского народа, объединиться в Духе. Это не собрание в определенном месте, а где бы мы ни находились, мы соединяемся в Духе и молимся с 12.00 до 13.00. Это наша дневная молитва по киевскому времени, которая совпадает с Иерусалимским. И Бог даже мне дал призыв к этой молитве. Все братья и сестры, я вас приглашаю, и это у меня написано в стихах, я вам могу прочесть. Решили мы объединиться в полдень, в одно с Иерусалимом киевское время. Дал наш Господь и час молитвы в день, за избранный народ его нести нам время. Соединились с Духом Божьи дети, чтобы вопреки полночным суевериям, в согласии, как дети света, молиться за спасение евреев. К нам подключайтесь, если можно, найдите час или пять минут. Соединитесь с нами в Духе Божьем. Там, где преград, границ не существует. И мы чувствуем, что это молитва согласия. Бог сказал, я благословлю благословляющих. И мы верим, что когда мы молимся за спасение еврейского народа, благословляем народ Израиля, Бог действительно благословляет нас, отвечает на наши нужды. И мы видим очень много ответов, действительно, реально это благословение, когда мы участвуем в этой молитве. Подключайтесь к нам. Рекомендуем даже места Писания. Потому что Библия много говорит о последнем времени для еврейского народа, когда массово будет спасаться еврейский народ. И Бог показал, что нашими молитвами мы приближаем это время. И это очень важно, чтобы в единстве быть со всеми деноминациями, со всеми церквами. Вот в этой молитве действительно нас уже очень много. Ну вот, к примеру, мы молимся, чтобы Господь очистил народ свой Израиль и благословил его всеми своими благословениями. И обратил благословение даже проклятие, как написано в Второзаконии 23.5. Очисти народ твой, то есть в Второзаконии 21.8. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил, и не умени народу твоему Израилю невинной крови, и не очиститься от крови. Презвет святого жилища твоего с небес, и благослови народ твой Израиля, и землю, которую ты дал нам, как ты клялся, как ты клялся отцам нашим, дать нам землю, в которой течет молоко и мед. Это Второзаконие 26.15. Ты сделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. И так теперь, Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек, и сделай, как ты сказал, и да будет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили Господь самого Бога Израиля. Есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида, да будет тверд перед лицом твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь его дом, поэтому он раб твой и дерзнул молиться пред тобой. И ныне, Господи, ты Бог, и сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо если ты, Господь, благословишь, то будет он в благословении. И народ Израиля, это считается домом Давида, и как молился молитвой Давида, и мы молимся, это первая параллельная, минут 17, 22, 27. Но Господь, Бог твой, не хотел слушать Валаама, и не обратил Господь, Бог твой, проклятие его благословение тебе, ибо Господь, Бог твой, любит тебя. И даже когда Валаам хотел проклясть, Бог благословил. Это второзаконие, 23, 5. И тем более мы церковь должны благословлять народ Израиля. Мы молимся, чтобы исполнились все добрые слова, которые сказал Господь об Израиле и Иерусалиме, чтобы они действительно стали его славой на земле. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Это Исайя 43, 21. Ты раб мой, Израиль, тебе я прославлюсь. Исайя 49, 3. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Исайя 62, 6, 7. Мы молимся о признании Израилем Иисуса своим мессией. О надобной вида и на жителей Иерусалима, и за люду благодати и умиления. И не возряд на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне. И скорбить, как скорбят о первенце. Это Захария 12, 10. Мы молимся, чтобы еврейский народ познал своего Бога и Спасителя. И оброчу Тебя мне навек. И оброчу Тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. И оброчу Тебя мне в верности. И Ты познаешь Господа. Ибо я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели всесожжение. Это Осия 2, 19, 20 и 6, 6. Чтобы Он не был истреблен за недостаток ведения. Это Осия 4, 6. А для Него настанут безопасные времена Твои. Изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим. Это Исаии, 33, 6. И мы молимся, чтобы настали эти времена изобилия спасения. И мудрости и ведения. И страха Господня для народа Израиля. Мы молимся, чтобы в евреях была возбуждена ревность по Богу. И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем отпасть? Никак. Но от их падения, спасения язычников. Чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычников, то тем более полнотарь их. Вам, говорю язычники, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбушу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь и смертных? Это Римлянам 11, 11, 12, 15 стихи. Мы молимся, чтобы Израиль ценил Божье отношение к нему и всегда уповал на Господа. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною. Это Исайя 49, 14, 16. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер в тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израила. Снова будешь украшаться темпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Это Иеремия 31, 34. Дом Израиля. Уповай на Господа. Он наша помощь ищит. Это Псалом 11, 13, 17. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Псалом 12, 24. И буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля. Это 3, Царство 6, 13. Мы молимся, чтобы весь Израиль спасся. И вместе с Церковью Иисуса Христа они стали одним народом. Ибо не хочу оставить вас, братья, в невидении от Танисии. Чтобы вы не мечтали о себе, что ошесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от всего на Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Это Римлянам 11, 25, 27. Чтобы они приняли откровение тайны Христовой. И вместе встречали Иисуса как одно тело. Чтобы и язычникам быть, сонаследниками, составляющими одно тело. И сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе. Это Ефесянам 3, 6. Мы молимся о единстве и консолидации Израиля как нации. Возвращение народа на землю патриархов. Так говорит Господь Бог. Вот я возьму сынов Израилевых и среди народов, между которыми они находятся. И соберу их отовсюду. И приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом. И один царь будет царем у всех их. И не будет более двумя народами. И уже не будут вперед разделяться на два царства. И не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзностями своими, и всякими пороками своими. И освобожу их из всех мест жительств их, где они грешили, и очищу их. И будут моим народом. А я буду их Богом. А раб мой Давид будет царел над ними. И пастырем всех им. И они будут ходить по заповедям моих. И уставы мои будут соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле, которую я дал. Рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их. И дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечным. И заключу с ними завет мира. Завет вечный будет с ними. И устрою их, и размужу их. И поставлю среди них святилище мое на веки. И будет у них жилище мое. И буду их Богом. А они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля. Когда свящилище мое будет среди них вовеки. Это Иезекиилия 37, 21-28 стих. Сыновья твои поспешат к тебе. И разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Это Исайя 49, 17. Мы также молимся, чтобы Израиль признали и почитали все народы. Так говорит Господь Саваул. Будет в те дни. Возьмутся 10 человек. Всех разноязычных народов. Возьмутся за полную идея. И будут говорить. Мы пойдем с тобой. Ибо мы слышали, что с вами Бог. Это Захария 8, 23. Мы молимся о мире и благодетствии Иерусалима. Простите, просите мира Иерусалиму. Да благодетствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих. Благодетствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближайших моих, говорю я. Мир тебе ради дома Господа Бога нашего. Желаю блага тебе. Это Псалом 121, 6-9 стих. Мы молимся, чтобы все народы, которые несправедливо относились к Израилю, покаялись. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя, прокляну, говорит Господь. Бытие 13, 3. Я соберу все народы и приведу их в долину Иерусалима. И там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассели между народами. И сели мое расселили. Это Иерусалима 3, 2. Да будет прославлен Господь в своем народе. И еще недавно несколько мест писаний. Это Иеремия 31, с 1 по 11 стих. Иеремия 31, 37, 33, с 6 по 11, также Исаия 66, с 5 по 14, 22 и 23 стих. Это о том, что мы должны благословлять народ Израиля. И пришло уже время, когда будет все больше и больше евреев приходить, и будет массовое спасение евреям. И мы просто, братья и сестры, удостоены чести, приближать это время Господне, участвовать в молитве за спасение народа Израиля. И пусть будет, как говорится в Слове Божьем, я благословлю благословляющим. Не дай Бог, что сбылось, и прокляну проклинающих. Аллах. Дай Бог. Продолжение следует...